Привет, зритель! На уход октября у меня целая баррикада. Ну, в принципе, как обычно. Я надеюсь, ты мне прости, что сегодня без кольцевой лампы, потому что вот так у меня получается. У меня случаются две зубных пасты на уход. Почему две? Вот это была в деревне, она ещё не успела закончиться. Сезон деревенский внезапно закончился, и обещанное тепло в сентябре так и не случилось. Ну, может, оно случалось, но не в таком количестве, как я его ждала. Вот такая зубная паста Day-to-day care. Аюрведическая зубная паста отбеливания. Покупала её в деревне, она индийская, довольно экономичная. Ну, что я там побыла всё-таки где-то приличное время, почти два месяца в общей сумме. И вот она за два месяца, ну, ещё ту, что я её ещё использовала в сентябре, хоть она не была заявлена на сентябрь. Ты же помнишь уход в сентябре? Я же планировала, что я весь сентябрь в деревне проведу облом. Вот. Практически весь сентябрь я провела в городе. Вторая зубная паста, которая была заявлена на сентябрь. Но я ещё одной пользовалась. Она будет в пустых баночках, и пустые баночки внезапно случились. Я их постараюсь сегодня-завтра записать. Да, их не было, наверное, с апреля месяца, вот они внезапно случаются. Пару-ду-ду-ду. Профилактическая зубная паста. Сенситив. Тоже хорошая экономичная зубная паста. Костушка у меня пырится с кошачьего домика на часы, которые на стене. Я её ещё не открывала, она вот такая как бы неполная есть. Это пена для ванн «Сладкие сны». Это подарок от подписчицы Лёли ещё с прошлого года. Я вообще люблю пену Эйвен. Кстати, мне надо бы занюхнуть её. Фиг знает, чем пахнет. Она синяя. Короче говоря, у меня так как-то редко получается в этой квартире почему-то ванну принимать. То я собираюсь долго-долго, у меня там какие-нибудь обмороки. То я собираюсь долго-долго, ещё какие-нибудь проблемы с организмом. То внезапно технические дни, которые вот до сих пор ещё идут. Но то внезапно воду отрубают горячую. Короче, я надеюсь её поюзать. В сентябре-то может уже не успею, но в октябре-то я надеюсь её поюзать. У меня тут отличная штука. Я и то пользовалась очень часто, аж два раза в день. То забывала, то поставила сюда на полочку. Думаю, ну всё, вот неделю назад ещё планировала этот уход записать. Вот только собралась. Это подарок от подписчины Светы из Москвы. Это АПИО. Корейское что-то. Мне от этого АПИО уже была одна штука и тоже от Света. И она ещё может жить, судя по сроку годности. Ну, в общем, мы с ней пока ещё не подружились однажды. Может, она будет в пустых баночках, а может быть, я с ней подружусь, и она будет в каком-нибудь уходе. Это очень нежный крутой пилинг. Алмазный пилинг гель для лица 100 мл. Экономичный, хороший класс. Мне очень нравится. Кожа после него сухой себя не чувствует. Не стянута. Очень штука крутая. Вот. Спасибо Свете за возможность это поюзать. Тоже от Светы. Оно у меня стояло в запасиках. Я про него совершенно забыла. А тут мне что-то приспичило. Так, думаю, хочу пенку какую-нибудь. Я думала, что она такая пенка. Ну, знаете, вот как гелеобразная пенка. Вот у Гринмама была раньше серия такая. Может, сейчас ещё есть у них в очередной раз хозяин. Так, по-моему, сменился и сайт. Даже название, адрес сменился. Короче, серия улета. И там была такая гелеобразная пенка. Я думала, что тут такая же. А тут пенка, но не гелеобразная. Но прикольная пенка. Кожа от неё стянутая себя не чувствует. Я ей два раза, честное сердечное, мыла голову. Потому что там очень крутой аромат лаванды. А у меня тогда такая дикая мигрень была, что я была готова на что угодно. Лишь бы эта мигрень пришла. А тут, думаю, я умыла лицо. Думала, блин, может Пашку помыть. И она так хорошо волосы промывает. Они такие пышные. На пару дней их пышности хватает. Экономичная хорошая пенка. Я сначала думала её укокошить, как шампунь для волос. И оставить пустые баночки сентября. Потом думаю, а чё? Она же всё-таки пенка. В общем, лавандер. Алоэ, вера, череда, лаванда. Где-то оно. Гель очищающий для лица. И на гель оно тоже малость. Не очень тянет. Сроком оно до 29 апреля следующего года. Правда, после вскрытия живёт 12 месяцев. Я не помню, вскрывала я её вообще или нет. В общем, когда я её вскрыла, с ней было всё ништяк. Это у нас мастерская Олеси Мустаевой. И, кстати, с мастерской Олеси Мустаевой у меня тоже какая-то есть. Подписчик с вас познакомила. Кстати, спасибо вам за то, что дарите всё вот это вот такое полезное. Экономите мой бюджет. Мне не приходится тратиться на всё такое. Короче, хорошая штука. Я её решила заюзать уже вот в октябре, чтобы она была, допустим, в пустых баночках октября, возможно. Так. Тоже подарок от подписчицы Светы. Гореньер. Без коробочки. Я уже не буду. Эту коробочку у меня где-то лежит. Слушайте, такая крутая штука. Я, правда, про неё стабильно забываю. Я так понимаю, её можно утром и вечером молоть. Но я мажу её утром или, допустим, перед выходом на улицу. Вот сегодня я помазала перед выходом на улицу буквально минут сорок назад. Она мгновенно впитывается. Она мне очень нравится как крем для рук. Ещё вот на руки нанесла. Кожа такая шершавая. Тут что-то одно время всё посуду без перчаток мыла довольно долго. Так это где-то месяца три почти. Крайне редко вспоминала про перчатки. Ногти в итоге у меня теперь ровные. Ну, как бы я их обстригла, чтобы они ровные были. Не АСМРные ногти совершенно, да? Но вот эта штука я как бы и кремом для рук пользуюсь, когда вспомню. Или ещё чем-то там маслом кокосовым. Оно у меня на кухне стоит. Оно как бы для еды. Но иногда мне быстрее масло открыть, чем вот это. А вот это я сегодня ещё на руки нанесла. Слушай, такая штука крутая. В общем, вот это Гореньер. Витамин С, сыворотка, супер сияние. Если вот реально ей каждый день пользоваться, то эффект есть. Ощущается. Даже если один раз попользоваться, она всё равно кожа как-то лучше. Помадкой попользовалась перед выходом. Понимаешь, у меня тут какие-то кусочки кожи сушёные. Я так нанесла сразу быстро вместо алоэ геля. И ништяк. Очень крутая штука. Спасибо, Свете. Я постараюсь её регулярно пользоваться. Дезик. Я всё честно каюсь, никак не смонтирую. Там просто были такие моменты, которые я вот сама не люблю такие моменты смотреть чужих видео. А тут сама сняла и приходится это ещё и смотреть и срезать что-то лишнее. можно меня склеивать. Это шарм от русской компании Greenway каталожный. Крутая штука. Я сначала на него смотрела скептически, но он у меня фаворит из Greenway вообще. Потом я постараюсь всё-таки добить этот монтаж. Короче, это дезодорант для тела. Он и для мужчин, и для женщин. Он как бы мята, там ещё что-то. И вот просто такой обычный спрей. На жару, конечно, он совершенно бесполезен, если вот такая супер жара. А если так не очень жарко или просто обычное время года, ну в смысле обычное, вот так осень сейчас допустим, как бы тепло, ну не холодно, не тепло. Вот так если тепло одеться, то не холодно. И он реально так помогает. Хорошая штука. Там совсем чуть-чуть осталось, но он экономичный довольно. И я вот думаю, он у меня, наверное, ещё будет, возможно будет в пустых баночках октября, но в общем он на октябрь заявлен. Спасибо менеджеру Greenway, что дал возможность это заюзать. Это снова от подписчицы Света из Москвы. Это у нас приоритет Ко. Я про него тоже благополучно забывала. Я сначала им пользовалась конкретно так несколько дней. Потом в деревню, что ли, ездила. Потом приехала, тоже снова пользовалась, а потом опять забыла. И иногда так вспомню, думаю, блин, надо хоть намазаться. И намазываюсь. Ночной флюид восстановления и детокс тоже очень крутая штука. Ощущаешь его. Единственное, что вот первое время, когда я умалывала, я шла потом, допустим, умываться, и я его всё равно ощущала на коже. Я поняла, что он, наверное, для того, чтобы его вечером на ночь увлажнить. То, что не впиталось, а ощутяется на коже, надо смыть скрабиком, чтобы скрабик смыл и его, и ещё что-нибудь. То, что там, допустим, уже сухие клеточки коры такие хотят, чтобы их смыли. И будет всем ништяк. Ну, в общем, пока что странненькие такие двойственные ощущения, но когда потом стала мазать, я его уже на коже, как бы, ну, не так, чтобы супер ощущала, когда просто умываешься, не всегда надо было скрабиком пользоваться. Хорошая штука, экономичная. Спасибо Свете. Мне нравится очень. Так, у меня тут сливки косметические. Грин Мама формула Тайгиз для снятия макияжа, череда и курень дуванчика. Мне очень нравится, я с ними знакома с 2011 года, могу посоветовать, крутые штука. Кошки у меня очень нравились, но вот этот другой флакончик, и этот флакончик ей уже не нравится. Видать, там всё-таки как-то отличается состав, может, хрен знает. Может, что-то другое было. Она раньше просто, когда я смывала ватным диском сливками помаду, она потом прискакивала. Только я открываю, она тут же несётся, будто это мясом пахнет. Думаю, что ж такое-то. Салфеточка. Тоже один из фаворитов. Грин Вэй для снятия макияжа. Единственный минус – её геморрно очень отстирывать вручную. Хозяйственным мылом, либо ещё каким-то. Я думаю, может, её на 15 минутке на лёгкой стирке простирнуть с какими-нибудь мыльными орехами вдруг повезёт. Потому что вот как-то на ней всё это остаётся. Но она действительно за один практически раз, если её смочить и смывать. Мейкап мой. Ну, вы знаете, у меня мейкап только губная помада. Мой самопальный бальзам для губ всё ещё жив. И он у меня тоже на октябрь приходит. Это пчелиный лоск от наших пчёлок, с нашей пасеки, которая у нас 1929 года. Почти сто лет уже, да? Кокосовое масло и какие-то эфирные масла. Если тебе хочется такой же бальзам для губ, ссылочка в инфобоксе. Проходи по 100% предоплате и будет тебе счастье. Доставка почтой России. Куда она несётся ещё, туда и донесётся. Так, что у нас тут? Я думала, он у меня будет в пустых баночках. Но я его не успеваю доделать, потому что я стабильно про него забываю. Я после душа то вспомню про него, что надо бы лапки задние увлажнить кремиком. То иногда так торопишься, что уже как бы и не до кремика. Это подарок от подписчицы Лёри. Как бы у него срок годности вроде как прошёл, но он ещё не испортился по запаху и под консистенцию. Он такой же. Это Эйвоновский увлажняющий ночной крем для ног. Но я как-то не догоняю увлажняющие ночные крема для рук и ног. И я им пользуюсь обычно просто после душа, в утром, вечером, когда в середине дня. Спасибо, Лёлечке. Опять кверх ногами. Он всё никак не закончится. Но я его сейчас использую как вечерный крем. В общем, ложусь спать. Понимаешь, что руки надо увлажнить. Малюсенькую капельку на руки. Прямо сейчас можно увлажнить, кстати. И, в общем, будет мне счастье. Это у нас Эйван Крем. Масло кокоса. Восстановление для очень сухой и сухой кожи. Лосьон для тела. Бесконечный. Всё никак не закончится. У меня ещё подобный лосьон есть от Эйван. Большущий флакон мне подруга мамы дарила на какой-то Новый год. Там 750 мл. Он вообще ещё не открытый. И ещё банановый такой же от Лёлечки. Вот такой же. Тоже как-то всё никак не доделается. Алоэ гель. Желеобразный. Хорватский. Адриона. Покупала, помню, на Вайбере. Сделала даже отдельный обзор. Вот. Я его, в принципе, как бы юзаю. У меня ещё отдельной коробочке отложено было в деревню взятое. Он сейчас в этой коробочке приехал из деревни лежать на кухне. Я его использую. Чистая крем за рук тоже. Когда вот на кухне сидишь, чувствую, что надо руки влажнить. Кстати, хороший вот этот лосьончик. Руки хорошо влажнил. Это тоже будет юзаться в октябре. И не смотришь он в плёнке пищевой. У меня точно такой же ещё на компьютерном столе стоит. Это я просто из деревни привезла. Это на основе алоэ геля. Тоник для лица. Изначально это был поли алоэ гели. На его основе я тоже делала. Тоник для лица. А потом вот уже сейчас на Адрионе делаю. Немножко кладу туда внутрь. Доливаю фильтрованной воды. Встряхиваю так. И всё нормально. Такой тоник для лица. И что у нас тут? Ты же привык уже, наверное, что у меня шампуни самопальные. Но тут что-то как-то мне религия запрещает делать самопальные шампуни. И я что-то прониклась вот этим шампунем. Хотя я на него сначала плевалась. Потому что надо с ним каждый день голову мыть. И если его использовать сам по себе, то надо бальзам. А бальзам мне как-то не очень понравился. У меня сейчас бальзам сам по себе где-то лежит в запасе. Как этот от Greenway. Тоже Charme или Charme. А вот тут пустая, конечно, коробочка. Ты понимаешь, да? Потому что сам шампунь у меня в ванной лежит. Короче, я сейчас сделаю отвар для волос на основе зверобоя. По большей части у меня что-то много зверобоя накопилось с позапрошлого года. И мою им голову. Я снова стала делать эти отвары, хотя сегодня мыло чисто под душем. А потом, ну, как бы, мою волосы намачиваю, мою шампунем вот этим. А потом уже смываю и не надо никакого бальзама. Это, правда, чуть дольше сохнет, но волосы пышные. Сейчас тоже и мыло, правда, вот чисто под душем. И они уже не чувствуются такие, что как первое время мыло и так вот скрипят. И сушеные такие какие-то чувствуют, что надо чем-то бальзамом таким увлажниться. Бальзам у меня сейчас сам по себе. Вот я этим шампунем пока мою. Спасибо Greenway за возможность поюзать. Не сказать, что я супер в восторге. Ну, как бы, можно сказать, что есть хорошо, домылю. Но не факт, что я такой повторю. Но это чисто как на любителя. Вы можете, если вы любите такое и вам нормально раз в сутки мыть голову, то в путь. Советую. Я все-таки привыкла уже, когда делала самопальные шампуни, что я где-то раз-два-три дня мыла волосы, и у меня они были пышные. На основе чистотел или выдумщики. Ну и мыло. Тоже тут понимаешь, что это пустая коробочка. Мыло там у меня стоит. Виноградное мыло у меня размекало очень сильно. Отдушкой воняло. Но давало хорошую пену. Это потеряло цвет очень быстро. По цвету было вот именно такое желтое. Но ты, наверное, если смотрел обзор распаковки Greenway, то, наверное, видел. Помнишь. Если не смотрел, глянь, там плейлист по большей части из шерциков состоит. И одного полноценного такого обзора распаковки. То будет еще потом пополнение за теста. Короче, мыло. Не размокают. В чем плюс. Краску потеряла очень быстро. Кошка не надо царапать этот самый. Кошка. Ну, а сейчас, слушайте, ей пофиг, что хозяин тут рядом. Она обои пытается подрать. Короче, мыло потеряло очень быстро аромат. Мангом вообще не пахнет ничем. Вообще без запаха мыло. Оно потеряло очень быстро цвет. Оно из желтого стало такое бледновато-желтое. И желтое у него местами такими вот. Где-то желтое, а где-то по большей части белое. И оно не размокает, конечно. Но оно очень плохо мылится. Оно вообще практически пену никакой не дает. В этом плане оно экономичное. Но мыло все-таки должно как-то мылиться. И мне казалось, что если оно как бы одной серии ручную сделано. Все в таком духе. В состав практически одинаковый. То оно должно быть как-то одинаковое. Ну, внезапно у них, видимо, как черт на душу положит. Ручной работы куда больше добавили всяких масел. Оно меньше мылится. Куда меньше добавили всяких масел. Оно больше мылится. В чем связанное размокание, я не знаю. Потому что я когда делаю из мыльной основы. Мыло у меня как-то оно не размокает. Ну, не было никогда того, что оно так вот раздрязгалось. В общем, вроде как усе. Дезик я обозрела. У меня там еще на кухне есть крем для рук. Я про него забыла совсем. Мне за ним ле не идти. Но я им практически сейчас не пользуюсь. Я вот сейчас подумала для себя, что, наверное, надо все-таки сначала доделать вот это. В виде хотя бы крема для рук. Чтобы оно было в пустых баночках. Вот, вроде как усе. Всем спасибо за просмотр. Если вдруг что-то забыла, дайте знать в комментах. В следующий раз буду более внимательно собирать всю эту полку и баррикаду. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. До новых встреч! Удачи!